Татуаж губ или увеличение? Что сделать сначала, чтобы не испортить себе лицо? Можно ли их сочетать? Что делать первым? Или какие противопоказания, если делать их вместе? Сегодня я пригласила к себе доктора Анну Савченко, которая является косметологом-дерматологом с огромным опытом. И я задам ей вопросы на эту тему, а вы поймёте, что делать первым. Очень частый запрос, самый частый, это сделать губы больше. И у нас есть правило, мы не можем вываливаться за валик, мы не можем выходить на кожу лица, где поры, волосы, то есть это неправильно. И мы говорим, я могу увеличить вам настолько так, ну там у всех свои ограничения. А потом вы должны уже стать счастливым окончательно у косметолога, который увеличит вам губы инъекционной косметологии. Я сама знаю точно, что есть гиалуроновая кислота разной плотности, какая-то там минимальная, средняя и та, которая вообще навечно. Более того, есть какие-то биополимеры, которые то ли колят, то ли не колят, я не совсем понимаю, но приходят люди уже даже с таким. То есть что делать первым? Мы считаем, что делать первым нужно то, что держится дольше. То есть по идее перманентный макияж. Если вы сомневались и не знали, что сделать первым, пошли сделали увеличение губ, то придя в студию на татуаж, а знаете, кстати, как бывает часто, губы становятся круглыми и пропадает вот эта граница между кожей и кожей губ. И губы становятся бесформенными такими пельмешками. И клиент хочет нарисовать красивую новую форму. Если это свежая процедура и прошло там, допустим, месяц, то мы откажем. Во-первых, потому что сначала делается перманентный макияж, а потом косметолог меняет форму или убирает асимметрию, или придает губам объем. А во-вторых, существуют разного типа гиалуроновые кислоты. И о них расскажет нам доктор Анна Савченко. У меня у самой много вопросов. Вот про плотные, высокоплотные. Сколько держится, что делать первым? Гиалуроновая кислота, которая используется для контурной коррекции губ, относится к препаратам стабилизированным, то есть защищенным от быстрого рассасывания. Она делится, мы делим условно по плотности, то есть по концентрации. Есть препараты, как мы это называем, полегче, есть поплотнее. В принципе, держатся они все более или менее одинаково. В среднем от 9 месяцев до, ну, год и два, полтора года – это вот максимум. Это что касается гиалуроновой кислоты. Препараты, которые увлажняют губы, то есть биоревитализация для губ, это немножко такой маркетинговый ход, потому что таких препаратов нет, к сожалению. То есть если у человека запрос не на увеличение объема или там коррекции формы, к примеру, то, а просто вот губы шелушатся, что-то надо с этим делать. Лучше пользоваться бальзамами для губ, потому что нет препарата, который колется в красную кайму для того, чтобы ее увлажнить. Мы можем сделать пару-папл, когда мы биоревитализируем лицо. Ну, как бы такой соус-оу эффект. Как гиалуроновая кислота может взаимодействовать с пигментом? Никак. Это совершенно разный уровень введения вещества. Гиалуроновую кислоту мы вводим в подслизистый слой, то есть глубже. Вот это кожа, это срез дермы, эпидермис дерма. Перманентный макияж мы делаем на уровне дермы, верно? Верхний слой дермы. А индицируем гиалуроновую кислоту мы, что касается губ, в подслизистый слой, то есть это ниже, это вот здесь. Совершенно два разных слоя, которые друг с другом никаким образом не контактируют, соответственно, нет никакого между ними противоречия. Так что делать первым, татуаж или увеличение губ? Я считаю, что сначала нужно сделать форму, и потом доктор уже увеличивает в соответствии с этой новой формой, насколько возможно, губы. Потому что там, кстати, тоже есть свои ограничения, я так понимаю, какая-то ёмкость внутри. То есть ты согласна с этим? Конечно, конечно. Сначала мы делаем то, что, как ты говоришь, то, что более долговременное, долговечное. А затем уже берём гиалуроновую кислоту. Я лично предпочитаю очень мягкие препараты, которые супер не меняют форму, а просто аккуратненько губы раскладывают и чуть-чуть увеличивают. Опять же, бесконечно увеличивать губы мы не можем. У каждых губ есть своя, но мы это называем ёмкость. То есть если с гиалуроновой кислотой мы перебарщиваем, то весь препарат у нас уходит в кожную часть. То есть проваливается куда угодно, но не держится в красной кайме. Ну это как бы, соответственно, достаточно несимпатично выглядит. Поэтому сначала татуаж, он заживает, и затем аккуратненько контурная коррекция губ. Ну и напоследок про биополимеры, потому что эта тема для меня интересная и больная. Я так поняла, уже никто не использует их, но часто приходят клиенты, у которых увеличены губы уже 10 лет, и они вот такие вот безумные формы. То есть я знаю, что он никуда не денется, его можно только иссечь, правильно или нет? Нет. Или что? К сожалению, нет. Ну окончательно его иссечь нельзя. Это боль и беда, это калечащая процедура. Вот ты говоришь, что его уже не делают, по моему большому сожалению делают. Делают в странах, в Ахачкале, ну то есть как бы такая она достаточно популярная в некоторых местах. Это ужасно. Его всегда можно узнать. Это бомба замедленного действия. То есть он не сидит в тканях каким-то вот одним конгломератом, который можно было бы опа и иссечь. Это было бы намного проще. Он как масло пропитывает губу. Это что такое биополимер? Это пластмасса. Она вот такая вот литровая банка, стоит ну 5 тысяч рублей. С учетом того, что стоимость шприца гиалуроновой кислоты в клинике, ну там около 20-ки примерно, 20 тысяч рублей примерно. То есть очень дешево, очень неочищено, очень ужасно. И пациентам, у которых уже введен биополимер, нельзя вводить больше туда ничего. То есть если у них что-то кривенькое, некрасивенькое, им хочется что-то исправить, мы не можем этого сделать, потому что могут быть вплоть до свящей гнойных. Ну и как бы это... Насколько я понимаю, так как этот слой все равно другой, татуаж мы сделать можем. То есть таким клиентам мы не отказываем. То есть мы всегда узнаем, что именно в коже находится, как давно это делали. И если это биополимер, то да, мы можем попытаться подправить форму, насколько это возможно. Если у вас есть вопросы к доктору-косметологу по поводу косметологии или каких-то совместных с перманентным макияжем процедур, задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео. Мы радостно на них ответим в следующих видео. И, кстати, вот здесь вы можете посмотреть видео про BB Glow. Если вам понравилось, ставьте лайк, и мы обязательно встретимся с Анной снова и обсудим много интересующих вас вопросов. Любые. Пишите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok